Питание в школах химок стало лучше и разнообразнее. Новое меню ввели несколько месяцев назад. Теперь оно более сбалансировано, в нем больше витаминов и, что самое главное, пища стала полезнее для детского организма. Чем обедать ученики решают сами. В терминале они выбирают блюда, а потом забирают их в столовой. Новое меню настолько разнообразно и сбалансировано, что даже самый капризный и привередливый ребенок найдет что-то по душе. Например, овощных салатов аж три на выбор. Это винегрет, помидоры, огурцы. Для любителей мяса есть столичный. Супы также овощные и мясные. Ну а мясных вторых блюд множество курица, запеканки, печень и многое другое. Сейчас от такого разнообразия блюд у шестиклассницы Ксюши Смирновой буквально разбегаются глаза. Девочка признается, раньше было вкусно, а теперь еще вкуснее. Чаще всего берет курицу, рис и разнообразные супы. Надеется, что совсем скоро в меню появится ее любимый салат «Цезарь». Я считаю, что это будет правильное решение, потому что много человек из школы любят «Цезарь». И я думаю, что его очень много будут брать, часто кушать. За новшество и современные ингредиенты выступает и знаменитый шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев. Он продегустировал салаты, первое, второе и компот. Вкусом и качеством остался доволен, но признался, что внес бы в меню кое-что от себя. У нас достаточно большое количество продуктов, которые также ценные, полезные и они, опять же, современные. Это морепродукты, там те же кальмары, к примеру, которые дети любят, они многие едят, когда путешествуют вместе с родителями, я не знаю, там в хрустящем тесте, либо как-то. Опять же, какие-то овощные культуры, маслины, оливки тоже сейчас не так дорого, но это достаточно очень полезно. Повар также отметил, что для ребенка очень важен внешний вид блюда. Немного зелени, огурца и от такого винегрета сложно будет отказаться. Мы берем, например, тот же огурец, тонко его нарезаем, начинаем превращать винегрет в какого-то, соответственно, героя, сказочного героя. Меню разработали на три недели вперед. Оно циклично, то есть через 21 день блюда повторятся. Пока экзотики в нем нет, но эксперты считают, что самое главное – полезность. В этой еде практически нет соли и сахара. Все приготовлено в духовке или на пару. На обеденном столе школьника увеличилось количество фруктов и овощей. Сладости заменили полезными аналогами. Мы ввели в меню дополнительно пастилу, мы ввели дополнительно мюсли и мы ввели дополнительно сладости, которые являются альтернативой. Уменьшили количество выпечки, мы добавили фрукты. Основное направление меню было сделано на то, что были приготовлены блюда из мяса, рыбы, собственного приготовления. Меню разрабатывали под строгим контролем Роспотребнадзора. Полностью меню было переработано. Самое главное, в чем заключалась эта переработка, что отследили всех поставщиков. Сейчас это достаточно сложная проблема, потому что есть и не очень хорошие поставщики, так сказать. Поэтому в данном случае поставщики у нас в основном те, которые находятся на территории Московской области. Проект нового питания получил одобрение и поддержку со стороны олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Она, к слову, является членом Президиума Российской Лиги Здоровья Нации. Чем сегодня кормят химкинских школьников, проверил руководитель администрации Владимир Слепцов. Наша основная задача – сделать качественное питание, вкусное. Самое главное, чтобы дети хотели его есть, и важно то, что оно было бы полезно. Вкусно и разнообразно питаются ученики всех химкинских школ. В перспективе ассортимент блюд расширят. Будут учтены пожелания детей и родителей. Ведь для растущего организма, помимо полезности, очень важно, чтобы еда была вкусной. Но все новшества обещают тщательно отслеживать и проверять. Елена Васильевская, Олег Мелехов, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова